Здравствуйте, дорогие друзья! С радостью приветствуем вас в Новогорске на матчах. Мы готовимся к матче молодежной сборной. У нас сегодня в гостях Павел Маслов. Паш, привет! Да, здравствуйте! Рад тебя приветствовать в стенах нашего Новогорска, в стенах нашей сборной. Давай сразу тогда расскажи, насколько тебя большим сюрпризом стал вызов в сборную? На предыдущих сборах мы тебя не видели, и вот тут тебя вызвали. Как отреагировали вообще? Какие мысли? Ну, был приятно удивлен. Не сказать, что там был какой-то фонтан эмоций. Это всегда приятно называться в национальную сборную, защищать честь своей страны. Узнал, наверное, от нашего начальника, когда он мне прислал пакет, какие документы с собой взять. Так я и узнал об этом. Ты говоришь, вроде бы не было фонтана эмоций, но в то же время неужели у мальчишки нет такой, знаешь, мечты попасть в сборную? У тебя не было никогда такой мечты? Да почему всегда эта мечта была? Ну, я был в юношеских сборных разных, просто такие большие эмоции вызывают какие-то победы, достижение чего-то значимого в плане выигрыша, завоевания. Просто вызов – это приятный момент, но зацикливаться на нем и считать его какой-то даже 7-минутной победой не стоит. Ты вот внешне производишь впечатление такого спокойного, взвешенного человека? Ну, вот опиши себя, какой ты? Ну, наверное, я спокойный, как раз таки часто сконцентрированный, ответственный и, наверное, где-то даже не знаю, как сказать. Эмоции – хорошо. Где ты позволяешь себе эмоции проявить? Ну, обычно стараюсь свои эмоции контролировать, даже на поле, но иногда бывают такие ситуации, когда я не могу сдержаться, просто разные ситуации меня могут вывести. Например, элементарно, у тебя есть какая-то тупость, когда что-то видишь, просто бывает, кипит. Ой, наконец-то улыбался. Давай немножко, мы поставим на разные темы, постараемся рассказать немножко о тебе, поговорим о сборной, о наших ближайших соперниках. Начнем, наверное, с немножко о чемпионате России, потому что армия болельщиков в Спартаке огромная, она меня просто не простит, если я тебе не задам хотя бы 2-3-4 вопроса о Спартаке. Тяжело было окончание сезона у красно-белых предыдущего и маленький промежуток между предыдущим чемпионатом и нынешним. Насколько для тебя, для команды стал сюрпризом, что по истечении минувшего тура Спартак будет на первом месте? Это не было каким-то сюрпризом, да, это очень приятный момент, но мы много работали, мы тяжело работали на сборах, было много нагрузки, было много неприятной беговой работы, мы понимали, к чему мы идем, мы старались выполнять то, что требует нас тренерский штаб и, видимо, где-то нам повезло, где-то сказалась наша работа и в общем целом это привело к тому, что сейчас мы на первом месте ушли на паузу. Тяжело молодому парню играть бок о бок с Георгием Джеке? Да нет, не тяжело, почему, наоборот, приятно, он старается подсказывать, старается помогать, какой-то дополнительной тарости от этого явно нету, разве что, наверное, какие-то плюсы. А в целом тебя команда сразу приняла или ты сразу в ней адаптировался, или какое-то время тебе все-таки потребовалось? Ну, не сказать, наверное, это тяжело объяснить, потому что впервые я попал в основную команду еще при Карере, это было два года назад, потом я с уходом Карере из нее выпал, потом опять при Карере попал, потом опять выпал и такими постоянными скачками, наверное, не было, ну, как я особо не понял такого момента, что приняли меня или не приняли, потому что то выпадал, то попадал обратно, и потом, когда уже, можно сказать, так окончательно вернулся, люди, видимо, меня уже знали и какого-то момента притирки или еще чего-то не почувствовалось. Расскажи о главном трене Московского клуба, какой он из себя? Он молодой, тоже энергичный, вот тебе он как игроку, каким он видится? Ну, действительно, как это видно со стороны, наверное, он очень эмоционален, но при этом в плане тренировочной работы все досконально объясняется, все понятно, каждый понимает, что от него нужно, есть определенные задачи у каждого футболиста, есть определенный план на игру, в принципе, какие-то стратегии, принципы его игры, и он все доходчиво объясняет, пытается разговаривать со всеми, объясняет свое видение, старается работать со всеми, старается улучшить каждого футболиста по отдельности и команду в целом. Тебе комфортно на твоей позиции играть? Да, конечно, комфортно. А в детстве на какой позиции играл? Ну, в детстве я играл защитника, играл опорника, ну, в принципе, то же самое. Опорника, если вдруг что, готов сыграть? Да, конечно, готов хоть я играть, лишь бы играть. Как ты выдерживаешь пресс в Спартаке? Всем известно, что клуб тяжелый в плане очень большая армия болельщиков, опять же, такие давления, результат все время надо давать. Вот как ты все время справляешься? Ты все-таки юн еще довольна. Ну, наверное, я сразу понимал, когда ты пытаешься связать свою жизнь с профессиональным спортом, тем более с таким, как футбол, самым популярным видом спорта. И так еще случилось, что это, ну, начало моего пути стало в какой-то степени в Спартаке. Я прекрасно понимал, какое давление будет оказываться. И чтобы с ним справиться, я, наверное, ключевое, что просто ты стараешься от этого строгироваться, не смотреть, никуда не заглядывать. Как бы люди всегда будут говорить, не важно того, как ты выглядишь плохо, хорошо. Всегда будут те, кто будут тебя хвалить, те будут тебя ругать. Просто главное не обращать внимания ни на похвалу, ни на критику. А ты во время матча слышишь, как с трибуны у болельщиков кричат какие-то неприятные слова? Нет, такого нету обычно в наших матчах, особенно домашних. Трибуны наших активных фанатов очень громко нас поддерживают. И в основном мы слышим это, какие-то кричалки, залпы в сторону Спартака, какого-то отдельного там негатива, выкриков не слышно даже во время пандемии. Непривычно без болельщиков играть? Ну, для меня не так непривычно, потому что я много играл в ФНЛ, где не так много болельщиков. Уровень между ФНЛ и РП пропасть или все-таки не пропасть? Ну, с чем сравнивать? Ну, то есть, например, в плане количества борьбы, в плане его жесткости, наверное, ФНЛ даже чем-то тяжелее, чем премьер-лига. Конечно, здесь больше техники, больше, наверное, идей, больше тактики. То есть люди могут исполнить те действия, которые, например, в ФНЛ чаще допускают ошибки. То есть, например, ты не можешь здесь позволить себе не добежать, потому что тебя сразу за это накажут, и человек редко допустит брак в элементарной передаче. Один из моих любимых вопросов. Есть ли футболист, с которым ты сталкиваешься на поле, который у тебя, как страшный сон, приходит и думаешь, вот не сталкиваться больше с ним никогда, который возил тебя по полю, ты вот, все, могилу, лучше не встречаться. Есть ли такого футболиста? Ага, я когда в детстве играл, еще в Академии ЦСКА я против Санчо играл. Было неприятно. Расскажи про древнейший дерби Спартак ЦСКА. Вот изнутри, каким оно футболистом видится, вот это дерби, чувствуется ли дополнительное напряжение, отличное от других матчей или, в принципе, как к любому другому матчу? Нет, конечно, дерби есть дерби, тем более, наверное, самое знаменитое, самое важное в стране. Это постоянно подогревается, это всюду, в СМИ, болельщики. Но я лично стараюсь никак особо на это не реагировать, стараюсь готовиться, как к обычному матчу, чтобы быть готовым, но при этом не перегореть с какими-то излишними эмоциями, что это дерби и что-то подобное. Идем дальше. Закидываем мости в будущее. Может быть, ты хочешь в Спартаке всю жизнь играть, не знаю, но расскажи твои мысли о будущем. Где бы хотел, как бы развиваться, в какую стезию бы ты себе выбрал? В футболе? Да, в футболе, конечно. Ну, честно… Можешь и не в футболе. Тяжело так планировать, говорить, что будет дальше. Ключевое всегда – это оставаться профессионалом. Не важно того, где ты находишься, и постоянно показывать, стараться, на всяком случае, показывать свой максимум, всегда выкладываться. А так, конечно, хотелось бы уехать в какой-то топ-чемпионат, наверное, желательно либо в Англию, либо в Германию, но никогда не можешь знать, что будет дальше. То есть, остаться, например, в Спартаке – я всегда готов, если не получится уехать туда, куда бы мне хотелось. Ну, самый любимый чемпионат какой у тебя? Англия. Какая любимая команда? Ну, раньше я, можно сказать, не то что болел, но переживал как-то за Барселону. Сейчас, когда в последнее время видишь вот этот… То есть, когда это вроде красивый футбол, но иногда вот эти моменты какого-то безволия, когда команда толком не идет в прессинг, когда некоторые могут позволить себе стоять и не добегать, где-то немного отворачивать от команды. Ты про 2-8? Я не про 2-8, это еще началось раньше, когда были вот эти сумасшедшие камбэки даже от Ливерпуля. И когда ты видишь, что люди элементарно, вроде на таком уровне расклеиваются и начинают не добегать, позволять себе какую-то халатность – это неприятно. То есть, ты всегда готов просить команде хоть что, например, тот же Ливерпуль, он всегда старается там биться, они все прессингуют, они играют там во всю свою силу, выкладываются полностью. И приятен вот этот сам факт, что каждый дает себя полностью. Футбол Павла Маслова какой? Не знаю. В тупик поставь? Вообще в тупик, наверное. Не знаю даже. Хорошо, давай тогда проще. Ты никогда слышал про спартакский футбол, спартаковский дух какой он? Вот чувствуется вот тот, знаешь, флеш из прошлого? Или сейчас все-таки спартак, он имеет свою почву какой-то? Ну, он с прошлым не сочетается. Ну, спартаковский дух еще это можно понять, наверное, это аура, когда условно спартак доминировал в стране. Наверное, это больше про чемпионский дух, про то, что там переламы и сложные игры и что-то подобное. А вот этот спартаковский стиль, про стеночки забегания. Сейчас мы все видим, что многие команды играют там. Ну, все научились контролировать хорошо мяч, но такого тотального там. Как даже играла та же Барселона, больше нет. Сейчас в основном решает прессинг, компактность и максимальная интенсивность на поле. Еще одна очень такая тема, дискуссионная, на которую любят люди говорить. Увар, ты за или против? И вообще твое отношение к теме? Если честно, я за, конечно, есть разговоры, что он убивает дух футбола, вот эти паузы с проверками голов. Просто я считаю, что нужно в идеале довести эту систему, ну, довести до идеала, просто чтобы это работало намного быстрее, чтобы решения принимались быстрее. Ну, я считаю, что, конечно, судья такой же член игры, как и футболист, и он имеет право на ошибку, но все равно неприятно, когда мы можем вспомнить даже, там, финал чемпионата мира или финал Лиги чемпионов решались из-за судейских ошибок, когда кого-то не удаляли или люди забивали рукой. А ты мог бы стать арбитром? Ну, я думаю, что мог, но не хотел бы. Если не футбол, то что? Тяжело представить, но мне бы, наверное, хотелось бы попробовать начать что-то свое, или, наверное… Ну, я думаю, что если бы именно не быть футболистом, то я бы не стал связывать свою жизнь с футболом. Тяжело представить, но я думаю, это было бы далеко все равно. Ну, давай представим, чисто гипотетически, в свою стезю, куда бы ты хотел развиваться, если бы не брать футбол? Вот сейчас. Увлечение. Основ на твоих увлечениях. Ну, не знаю. В киберспорт, может. А, ну почему нет? Почему нет? Давай немножко о сборной. Наша команда идет на первом месте. У нас впереди два ключевых матча против сборной Болгарии и сборной Польши. Что вообще знаешь об этих соперниках, о болгарах, о поляках вообще в целом? Какие мысли по этим новым матчам? Честно говоря, о соперниках не знаю практически ничего. Наверное, даже ничего, но, как бы, никаких впечатлений или нету. Есть цель, нужно выиграть две игры и спокойно отобраться на чемпионат Европы. Это единственная цель и задача на предстоящей игре. Как тебя приняли в сборной? Да, приняли хорошо, со многими знакомыми, где-то уже пересекались. Так что все хорошо. Песни будешь исполнять? Ну, мне нет. Почему? Я нет, мне нет. С кем из сборной больше общаешься? С кем дружишь? С кем пересекался? С кем живешь? На минимум. Мы же по одному живем сейчас. Ну, потом же будете, наверное, жить. Ну, я не знаю. Это, наверное, с кем посели. Это, как бы, в основном понятно, это ребята, с кем мы вместе в «Спартаке». Так же вот с Костюмердишвили пересекался, когда еще в детстве мы играли в одной команде в ЦСКА. С кем-то пересекались, когда ездили в сборную Ю-20, по-моему, в прошлом году или позапрошлом. Ну, как-то так вот собрался круг. Против кого-то играли, еще что-то. Какой тренер Михаил Михайлович Галактионов? Как вообще он там ворбал? Тебе видится? Я не знаю. Наверное, сейчас мы поработаем чуть больше. Я смогу составить свои впечатления пока что. Я, ну, особо не понял. Наверное, мне кажется, он жестким, он требовательный. Ну, в принципе, то, что и нужно. Тогда, Паш, давай немножко попробуем рассказать тебя, как человека, как не просто футбольственный человек. Расскажи про свои увлечения. Знаю, что увлекаешься ММА. Вот, расскажи подробнее, за кого болеешь, переживаешь вообще. И почему именно ММА? Ну, конечно, я поддерживаю, ну, российских бойцов. То есть это Хабиб Мурагамедов, это Петр, Ян. А так, наверное, больше всего из его ростера мне нравится Джон Джонс. Как-то его стиль, вот эта аура непобедимости, она мне нравится, конечно. Ну, в последнее время она играет, так сказать, злую шутку с ним. Где-то он уже начинает откровенно играться с соперниками, такое ощущение, что ему стало неинтересно. Он перестал выкладываться, перестал планомерно, максимально готовиться к боям. Так что я сейчас жду, наверное, новый этап его карьеры, новый взрыв, когда он сейчас перейдет в тяжелый вес. Думаю, это будет интересно. Веришь ли ты в реванш Хабиба и Конора? Нет, я не верю, потому что, так или иначе, в первом бою это, ну, по мне это был D-класс. И смысла в этом особо нет. Да, конечно, это будет денежный, это будет громкий бой, но, мне кажется, со спортивной точки зрения он имеет мало шансов. Женская половина болельщиков нашей сборной интересуется вопросом, свободно ли сердце твое? Нет, не свободно. Расскажи про увлечения, как проводишь свободное время, книги, фильмы, сериалы, вот все, что делаешь в свободное время? Свободное время, конечно, не так много, но, в основном, да, действительно, это сериалы, прогулки, иногда это какие-то игры, ну, там, компьютерные или на PlayStation, там, ну, то есть, буквально, вот, смотрю фильмы, там, провожу время с девушкой, там, и играю, примерно, все, ну, потому что свободного времени не так много. Тогда давай прям по порядку, фильмы, какие фильмы любишь, жанр? Жанр, наверное, триллеры люблю, закрученные фильмы сложные, но, при этом, мне нравятся вот эти фильмы, там, с максимально тяжелой энергетикой аурой, типа Джокера, когда вот все максимально передано, вот эти эмоции человека, то есть, мне нравится, для кого-то это тяжеловато, но мне вот прям нравится вот этот разрыв. Кроме Джокера еще какие фильмы порекомендуешь? Тяжело вот так вот называть фильмы, потому что я, бывает, начинаю просто листать списки и понимаю, что я столько всего пересмотрел, но мне, конечно, нравится «Побега Шоушенка», наверное, это самый заезженный, но тут никуда не денешься от этого. Из последнего, не сказать, что прям вау, но очень понравился прикольный фильм, это «Джентльмены» был, интересно снято, так стильно, классно. «Зеленый мюль» не смотрел? «Зеленый мюль» конечно смотрел, да. Как тебе? У меня это грустнее, чем «Хатик». Хорошо, идем дальше. Сериалы? Сериалы, ну, наверное, для меня топ вообще-то, прям острые козырьки максимально понравились, вовсе тяжкие. «Черное зеркало» может быть? «Черное зеркало», да, тоже мне очень понравилось вот эти все истории, когда, то есть, это вроде какой-то сюрн, это так прикольно снято, все сделано, и «Черное зеркало» это очень классно. А ценил юмор болельщиков? Ну, конечно, я считаю, что это неуважительно, но было тонко. Понял, идем дальше, музыка? Музыка, ну, в принципе, я слушаю буквально все, то есть, я не, ну, не цепляюсь к чему-то, что я там слушаю русский рэп, или я слушаю иностранный рэп, слушаю рок или еще что, то есть, вот буквально все там, буквально диджейских ремиксов там, или иногда даже там, к сожалению, русский рэпчик, наверное, там попадается. То есть, действительно, ну, то есть, наверное, раньше там «Гуф» мне нравился, да, наверное, вот этот, вот этот период, когда там «Баста-Гуф», там «Баста-3» или там, наверное, еще, вот, не знаю, какой это был альбом. Ну, то есть, последнее творчество «Гуф» у меня не так, вот именно раннее, когда вот это заколоченное и все. А любимое времяпрепровождение с любимой женщиной, вот как, идеальное время, вот куда? В кино или просто прогулка, или путешествие, не знаю, спонтанное, не знаю, полет куда-нибудь, не знаю, в Париж, вот для тебя вот идеальное время какое? Идеальное время, ну, честно, тяжело, наверное, просто проводить время вместе, потому что часто бывает такое, что вот ты в разъездах где-то, и просто не хватает, наверное, общения, то есть даже, ну, независимо, там, пойти погулять, и то есть, именно, разговоры, вот это все совместное времяпрепровождение, там, неважно. Можно сидеть дома, там, смотреть сериалы, и, типа, тебе все нравится, просто, ну, тебе где-то не хватает этого общения, и тебе устраивают любое времяпрепровождение совместное. А ходит на футбол, болеет за тебя? Да, ходит, болеет, наверное. Кто твои самые преданные болельщики? Ну, наверное, это моя семья и моя девушка. После футбола общаетесь про футбол или тема закрыта, остается на футболе? Ну, так, буквально, там, пару каких-то вопросов, и часто, там, они очень поверхностные, мы стараемся не затрагивать футбол, как-то, и у этого хватает жизни. А вот, если футбольный тебе совет нужен, то кому ты и держишь совет, именно футбольный? В конце. А житейский? В конце. Красавчик. Про игры мы с тобой не успели поговорить, расскажи, в какие игры играешь в FIFA? Ну, да, в FIFA, когда выходит, обычно я играю, наверное, там, первые 3-4 месяца, потом начинает переедаться. Также вот в UFC сейчас вот новое вышло, четвертое, вот скачал, в третью очень много играл, то есть, там, в ранки, там, все подряд. Из таких игр, наверное, последнего Red Dead Redemption очень сильно зашел, второй, прям, это прям очень круто, когда, когда вот это все так проработано, вот эти дышащие лошади, прям. Ты знаешь, кто у нас самый крутой в молодежке? FIFA? Нет. Сразишься? Может быть, что твой одноклубник? Наиль? Да. Ну, во всех случаях, последний раз у нас была баталия между Калугой и Наилем, вот, Наиль обыграл Калугу, и неофициальное звание лучшего FIFA у него. Ну, не знаю, конечно, побороться, может, поборюсь, но я в последнее время не играю в FIFA просто. Книги. Остается ли время, и если остается, то какие? Да, ну, книги читаешь чаще, в основном, на сборах или в длительных полетах, потому что, там, когда полет длительный, сидеть и всю дорогу смотреть что-то, там, смотреть фильмы или сериалы, глаза встают. Наверное, из книг, вот, ну, в основном, это, наверное, были автобиографии каких-то спортсменов, то есть, там, Тайсон, Андреа Гасси, Златан, Драгва, Сэр Алекс. А из такого боли, наверное, я читал «Войной мир» полностью. Обо, ничего себе! То есть… Сколько времени у тебя это заняло? Ну, честно, я не могу что-то сказать, но довольно-таки быстро, то есть, на удивление, потому что это нужно было бегом-бегом, дошкольной программы, я это прочитал, причем многие говорили, что можно просто подробное, краткое содержание, но я прям вот почему-то сел. То есть, это интересно, но иногда вот эти описания, когда человек описывает, как просто шторы шевелятся, там, или от какого-то порыва ветра, насколько все описано, то есть, иногда описание каких-то деталей занимает несколько страниц, и ты такой читаешь, но уже это… Ну, тяжело. А вообще, ну, в целом, вот тут мнение, в целом, вот такая тоже дискуссия на тем, что у книги и каждый должен быть свое время, то есть, ну, понимаешь, да, то есть он… Ну, да, что он… Согласен с этим? Да, конечно, некоторые книги ты перечитываешь и смотришь их абсолютно по-другому, то есть, например, когда я читал Джека Лондона «Мартин Эйден», то есть, первый раз, наверное, прочитал его лет в 11-12, и мне показалось, что история как-то очень долго все… То есть, вот это начало, которое так долго развивалось, оно меня где-то уже выбило из колеи, и книгу я в конце дочитывал уже бегом-бегом, просто потому что, условно, поставить себе ачивку, что ты дочитал эту книгу. А потом со временем, наверное, когда вот уже в более, там, наверное, лет в 17 я перечитал, то абсолютно другое впечатление мне оставила эта книга. Ачивку, ты в какие-то онлайновые игры играешь иногда? В World of Warcraft, может быть, или еще что-либо? Не, из онлайна я в основном играю в Counter-Strike, там, в Dota играю, ну, в последнее время редко, то есть, с компьютером я сейчас не взаимодействую, то есть, обычно это, там, PlayStation, там, пару боев UFC, там, одна игра в FIFA, и все, в свое время нет играть. Еще расскажи, какую кухню ты предпочитаешь, где любишь питаться? Я больше всего люблю маму на кухне, с вами покушать. Любимое блюдо мамино? Любимое мамино блюдо. Очень сложно. Все, все, Сергей. Очень сложно, все. Давай три любимых. Борщ, Борщ сумасшедший, очень классно. Да и пойдем дальше, ладно, не будем, не будем, не будем. Характеризуй себя двумя, тремя словами, вот, коротко и емко. Ответственный. Надежный. Для игрока обороны это еще важно. И для человека тоже. Ну, это отдельная история. И третье качество. Спокойно. О, три нашли. Паш, спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости. Спасибо. Дорогие друзья, у нас был в гостях игрок футбольного клуба «Спартак» и молодежная сборная СПЛМАЗ. Болейте в ближайших двух матчах за нашу команду. Нам поддержка ваша очень нужна и важна. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok